Ну, начну, разумело, с того суда, за каким мы с вами сочили, и сочим, это суд над Нобелевским лауреатом, причем Нобелевским лауреатом прошлого года, Олесям Беляцким, нашим выбитным, выдатным белорусам, человеком, який может стать, ну, таким символем белорусского супротиву и белорусской годности правоворонцам, який-то помог, ну, шмат-шмат-шмат кому за свое житье, так вось, я он выступил за пошним словом. Бо яны там такими ударными темпами разглядели справу Вясны и правооборонцев Вясны, запотрабовали некие варьянские сроки для их, ну, это кошмар, кошмар. И вось уже суд кончился, вот, Олеж, там было 300 томов, яны их разглядели вот так, ну, это же белорусский суд, самый шуткий суд у света. Ось, я думаю, наступный этап будет возврат до троек, сталеньких троек, ам за один день, шах вот целый месяц марновать, коли ты ведаешь уже при суд наперед. Я не ведаю негодного кейса, коли бы, коли бы некого оправдали за все обвиновачивали при суд, я кису падая на сто процентов за обвиноваченным этими паперами от прокурора, такой переписанные гэтые паперы от прокурора, и, ну, чагомарновать час. Ну, Олеж, вось месяц, месяц имитовали нечто. И вот что сказал поважанный Олесь, наш, наш великий Олесь Беляцкий. Криминальная справа супрацена, справа воронца угасну, политично мотивованная. Вся гэтая эпопея на 284 томы, сотни вопшиков и допытов по всей краине, немая ничога супольного с попередним следствием. Ось, я гэтак не ведал, что и они заново зрабили некое такое следство и взмарновали тое, что было. Ничога супольного с попередним следствием, плюс политичный подтекст. А за ним не было и справедливого, судового разбиральництва. Повтора года тягнулось расследование гэтак званой криминальной справы, с которых адвокатов, які на розных этапах обороняли мене, один из их, Виталь Брагинет, який опынулся у турме и был неволеный на 8 годов, и аж двое были позбавлены лицензии тягом опошних месяцев, и только одна дошла до финишу. Такий беспрецедентный тиск на адвокатов показывая, у яких тяжких и небеспечных умовах им приходится оборонять своих клиентов. Виновочно, коли мы ознайомились с некоторыми томами, так званой криминальной справой, следство выконывало поставленную перед им задачу. Зняволить правооборонцев вясны любым коштам, знищить вясну, спынить нашу працу. Так можно потлумачить ничаканую измену обдиновачення, зни выплаты податков, и оно истовало фактично 13 месяцев с дня нашего затрымания, на контрабанду, организованной злочинной группировкой. Ну это вельми смешно. Контрабанда, организованной злочинной группировкой правооборонцев. Злочинная группировка правооборонцев. Да, так, злочинная группировка правооборонцев, а я на вось... Состоитесь правооборонцу. Вось это смешно. Да. Как это... Правозащитники объединились в злочинную криминальную группу. Ведовольство, что в лады порушают взятые на себе международные обвязки у галине обороны правооборонцев у межах объединенных погодненьев ААН и АБСЕ. Ну, зразумело. Особо треба отзначить мощно негативную субъективную оценку правооборонцев вясны подчас попереднего расследования сбоку державных СМИ, розных телеканалов и газет «Беларусь сегодня», с основанником якой изъявляется администрация президента. Так, уже у вересни минулого года у текстах ствержалося, что правооборонцы расповсюдживали экстремистский материал, так само финансовали протесты. Особный выкид у два каши розных плеток, хлусни маны бы, узробленный за опошний тыдень, а у Кшора 12 лютора гэта усе активно демонстровалось и показывалось по державных телеканалах, где нас обвиновачивали урозных грохах, до яких не додумались навод следства и прокуратура. Мне тут бачится порушение презумпции невиноватости, но не яснуе ниякой презумпции невиноватости у Беларуси, презумпции невиновности в Беларуси нет, она не действует, да, то есть не прокуратура и суд должны неопровержимо доказать твою вину, а ты должен оправдываться, но это никогда не получается, то есть оправдательных приговоров нет, вообще нет в отношении политиков, нет ни одного оправдательного приговора, и, соответственно, нет этой самой презумпции невиновности. Ось, мне тут бачится, сказал Олесь Беляцкий, Нобелевский лауреат, порушение презумпции невиноватости, правый тиск на суд, бо нас ясши не осудили, а державные сроки массовой информации уже называют нас злочинцами, надзвычайно склалася ситуация змовой у суде, ось про это Беляцкий говорит змовой, обвиноватшыння и суд категорично отмовились размовлять по беларуску, не глядячи на тое, что я, як обвиноватшыны, з'являюся беларускамолным у жити чалавекам. Я размавляю, пишу, думаю на беларускай мове, нагадываю, что беларускай мова является державной мовой. Что им нагадывать? Я ж и не вижу, трудно сказать, какая у них держава, у гэтих людей. Мабыти не Беларусь. Вот чё я нагадал, Нобелевский лауреат, нагадал суду гэтихому, беларускому. Ну, суду я, вы ведаете, вот у Коси. Суду, что беларускай мова является державной мовой. И вы, як державные чиновники, повинны ведать две державные мовы. А ведаете она и смешно. У них адукация, як моя доля. Утымлику и беларускую, и не пыкать, и бэкать. Тому вы обвязаны размавлять отповедно с беларуском мовными грамадянами по беларуску. Класс. Не, ну, круты. Что тут скажешь. Напрыгла так, я предуглеживаю закон об взворотах граждан. Кали ты пишешь на беларускай, то любое чиновницкое ведомство отказывает тебе на беларускай мове. Гэтым самым мяне поставили уняровное становище с боком обвиноватшине, кажа Алесь Беляцки, мне не дали махчымасти грунтовуна и подрабязно подлумачить свою позицию, спрэчить несправедливое, безглуздое обвиноватшине. Обвиноватшине и суд практично адмовилися ад допыту, ад пытанню, які их цікавили падчас процессу и моего допыту. Складается у раджине, что не прокуратуру, не суд у Богу ли не цікавить, правда. Ну, это так и есть. Их не цікавить, правда. Якая правда их цікавить? Ну, слухайте, ну смешно, правда, беларусский суд и прокуратуру цікавила, правда. Тады бы сядели зусим дру иншие люди, кали бы их цікавила, правда. Сядели бы реальные злочинцы, кали бы их цікавила, правда. Али правда их не сильно цікавить. Бо Украине, что Украине не до закону. У Беларуси не до закону. Это офицейная позиция, какая была выказана керавником на той момент державы пер прокурорскими работниками. Украине в стране не до законов. Официальная позиция. Нагадываю, что ни прокуратура, ни суд и не дали мне махчумость ознайомиться з усими тамами так званой криминальной справы, а гэд цікавый момент, бо кали чалавек навать не чытау тамы обвинавшими, як яго угуле можно обвинавшивать тякнутая массовыми репрессиями и тотальными порушениями правов человека, які обрынулись на громадство подчас и пасля выборчай кампании ў 20-м годе. Кажа Беляцки, замес того, ка пачуть голос народа, ў Беларусь пришла моцнейшая реакция, видовочно-политичным рашением уладов было разгромить и знишить громадскую супойность Беларуси. Под катком репрессии опынулась незалежная журналистка и блогеры, самостоянные аналитики и политологи, профсоюзные активисты из незалежных профсоюзов лидеры и активисты политичных партий и рухов, активисты выборчих штабов, як і сами кандидаты у президента, деятши беларусской культуры, письменники, музыки, мостаки, мостаки, выкладчики, студенты, спортсмены, шпироговые удельники мирных протестов и просто выпадковые люди. Украине сегодня полторы тысячи политичных зневоленных, сотни запущенные два с половиной годы уже пройшли простурмы и после покарания вышли на волю, десятки тысяч мирных активистов были арештованы. И осудженные за гэты час по административных справах. Ничего дивного, что у гэты час, калі в Беларусі палятелі у таратарары правы чалавека и правоборонцы так само опынулись у Турмега. Это керовництво волонтерской службы «Вясна» Марфа Робкова, волонтер Андрей Чапюк, гомельский правоборонц Леонид Судаленко, волонтерка Татьяна Лисица і інші. Репресії в Україні протягиваються і сьогодні. Ну ось так, да, так і єсть. У нашій історії таке було тільки у царській і сталінській змрочні годы аж до смерти Сталіна в 1953-м годі. На початку 80-х годів, калі СССР був пік змагання з диссідентами, правоборонцями, активістами національних і религійних рухів, палізнявольних було, калі трох тисяч на усю агромністю Советську імперю, у якій жило 250 мільйонів чалавек, а тепер на одну Беларусь 1,5 тисячі. Правда, так і є. Просто нереальний розмах репресій. Це абсолютно точне замечання, а, когромному сожалению, просто, ну, факт. Факт. Такой болезнений факт, но факт. Ну, я пирокананы кажа Олесь Беляцкий, що курс взятый уладами на тотальний контроль громадства і жорстке подавління, іншадумства. Да. Ось. Далей, йон, йон, кажа про беларусське громадство, про той, як поделены люди, які розні, як по-розному люди глядять на все це. Подел беларусського громадства не фатальний, кажа йон. Зим громадства і держава можуть жить. Але, я вось навання треба ясно усведомляти, і не заплюшивати в очі, і не будавати себе утульний світ, так як кому стихотелось бі. Ось. Хунты банановай республіки, діктатуры не мають перспіктівы для долгого життя і розвиття, вынікі такой політики нетерпимости, конфронтации, полной одмоги от политичного плюрализму, это неспынный, громадсько-политичный, социально-экономичный кризис, массовая миграция. Все гэта штыльно связанное между собой. Так і є. Так і є. Правильно. Небеляцкий, это вот его фактически Нобелевская лекція, только сказанная в суде, вот эта речь в суде, это то, что он бы еще добавил в той Нобелевской лекции, которую он не мог произнести из-за ареста, да, произнесла его жена. В деле захований Белоруссия к державе, для будущей нашего народа нам усим, а наипершим ладом треба проявить мудрость и дальнобачность. Ну, тут он оптимист. Я згадываю наш заклик правооборочного центра весна перед выбранным 20-го года, які була опубликованы на нашім сайте, ў ниньшых сродках масовы информации, ўнгер приткали улады не ўжевать гвалт супрать мирных демонстрантов. Ужили. І чым гэта скончилася? Трэба пачынаць широкий грамадскі диялог. Накіраваны на національне прімірэнне, якби тяжко не здавалося б комуські пайсті на гэта. перадумовай такого диялогу мусить быть вызволенне ўсіх політичных зняволіных, проведення широкомасштабной амнисты іспынення рапрессі буняма сэнсу амнисты, калі адной рукой людей вызволяють, а другой протягують, сажать. І ў таким диялогу повинны взяти ўдел як процтовники уладов, так і процтовники широкой громадськості політичных партий Ерухова. Тиїхто тяперс знаходяться у турмах і Тиїхто ратується адрепресій і вимушен біжать за межу. Гэта реальне пропонова, абы було жадання і політична і воля. Вот такое решение предлагаєт нобелівський лауріат Олесь Беляцкий. Широкий гражданский диалог і как бы тяжело всем не було національне примирення національне примирення. Це интересно. щас це обсудимо с вами подробно. Вот. Це на самому дуже интересно. Громадсько-політична кризис у Беларусі не уникальний, вось просто тепер выходом з подобних кризисів являється інші країни у розних кутках світу. Ладо і громадськость у Казахстані, Венесуэлі, навод Ірані. Треба ясно усвідомити, що лепі тяжкі перамови і поступовий выход з кризису чим безлитосне супростояние, яке можна привести до вельмі сурйозних наступствів, до бідності і жабратства, до гвалту і несправедливості, які спустошить Беларусь. Коли ми думаємо про Беларусь, як про нашу супольню для всіх беларусських громадян Радиму, якво не глядячи на розні політичні погляди і геополітичні прихильністі єсть місце усім, коли ми не хочем погрузіць країну у галечу, коли ми не хочем допустіць масовий вимушінный выїзд беларусов у світ па лепшую долю, коли ми хочем отримать шанець на економічне, соціальне і громадськополітичне і екологічне розвиття нашого народа, ми повинны распачать гэты громадський діалог. Досыть треба спыняць гэтаю громадянську войну. Я сподіваюся, мене почуть. Ось такий заклик зрабил Олесь Бяляцкий під час своєго опошніго выступу. Це дуже цікаво. Це действительно дуже интересно. По большому счету Нобелівський лауріат сделал предложение власти закончить гражданську войну, которую Лукашенко розв'язав в обществе і пойти путем національного примирення. Ну, красивий ход, красивый. Що тут скажеш? Действительно, просто, ну, це як я не знаю, ну, це як чикатило, сказати, знаєш, на пора перестати вже бувать этих детей, женщин, насилувати їх, резати. Може быть, все-таки как-то договориться и жить хорошо. Не понимая, что у чикатило это удовольствие от этого. У него нету, как бы, мук совести на тему того, что он убивает детей или женщин. И ему обычная счастливая жизнь, семьянина или нормального человека, она совершенно не интересует. Его интересует садизм, садистское удовольствие от того, что он имеет власть над другими людьми и убивает этих других людей. То есть, я понимаю, что Олесь Беляцкий, будучи сам человеком очень высокого уровня интеллекта, очень высокоразвитым, очень глубоким, очень тонким, очень гуманистичным человеком эпохи возрождения, человеком с большим сердцем. Он надеется, что и та сторона такая же. Но та сторона не такая. Но та сторона совсем не такая. Та сторона не обладает этими качествами, она не способна к национальному примирению. Как мне кажется, я могу ошибаться, как мне кажется. Пишите свое мнение по поводу этих предложений, Олеся Беляцкого, пишите свое мнение по его плану национального примирения. это интересно.